Сегодняшняя тема нашего открытого урока – это как аналитику выжить при цифровой трансформации. Давайте мы с вами немножечко сразу обговорим правила нашего сегодняшнего урока. Во-первых, я ожидаю, что вы будете активно участвовать и отвечать на вопросы, чатик, которые. Я буду вас спросить, а также, возможно, будете задавать какие-то вопросы по ходу. Я их буду, возможно, не сразу отвечать на них, но я их в любом случае буду видеть и делать паузы для того, чтобы ответить. Есть определенный момент, что мы ведем трансляцию на YouTube, поэтому задержка трансляции где-то секунд 10-20. Это момент, как я сказал, как оно до вас долетит, поэтому делайте на это скидку. Давайте пойдем дальше, познакомимся. Меня зовут Бодров Иннокентий. Я сейчас работаю в британской компании Sten International. Работаю аналитиком продуктовой команды. Вообще в IT и в системном бизнес-анализе я больше 13 лет. Вот уже буквально почти 14 в феврале будет. Из них порядка 10 лет, чуть больше, я работал в проектах. Работал в системных интеграциях, в больших и не очень больших. Делал проекты в области документа оборота, в области финтеха, в телекоме, в том числе в крупных вузах. Например, в Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы или в финансовом университете. Делал проекты, связанные с внутренними корпоративными интернет-порталами, в том числе в госкорпорации, одной, которую, к сожалению, не могу назвать. И работал в одном из телеком-операторов большой тройки. Сейчас работаю в компании, которую, можно сказать, практически стартап. Такой стартап, вышедший на уже понятные более или менее рельсы. И вот последние несколько лет я работаю именно в продуктовых командах, в инхаус-разработке. И меня очень сильно это все радует, чего и вам желаю попробовать когда-нибудь. Давайте озвучим цели нашего вебинара. Во-первых, простым языком рассказать, что такое цифровизация. Обозначить, чем цифровизация и цифровая трансформация отличаются от автоматизации. То есть то, чем мы занимались в большинстве своем до этого. И как аналитик может вообще влиять на эти процессы и как адаптироваться к этой ситуации. И, проще говоря, как при ней в уши. Как мы с вами будем сегодня идти по нашему вебинару? Мы, во-первых, поговорим, что такое цифровизация и цифровая трансформация. Поговорим в ее отличиях автоматизации. Обсудим уровни цифровой трансформации. Обсудим, какие особенности вообще, что такое цифровые продукты. Поговорим про цифровых двойников. Я поделюсь своим опытом участия в цифровизации и цифровой трансформации. И поговорим вообще, как аналитику к этому адаптироваться и как себя лучше вести. И в конце немножечко порефлексируем. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел от вас получить небольшую, скажем, обратную связь. Я сейчас в чатик отправил ссылочку на Google форму. Если вас не затруднит, пожалуйста, пройдите в нее и на три вопроса ответьте, пожалуйста. Чтобы я просто понимал, насколько вам эта тема вообще близка, насколько есть определенное понимание, и чтобы мы с вами, скажем так, синхронизировались в том, что это такое. Итак, пока вы заполняете форму, я немножечко расскажу, почему именно такую тему решил выбрать. Ведь вроде она не особо, наверное, близка для большинства аналитиков. Как аналитики мы зачастую работаем уже с программным обеспечением, а не с какими-то бизнес-функциями, цифровыми трансформациями и так далее. Но современный мир таков, что IT и бизнес переплетаются все сильнее, все плотнее друг с другом. И по моему мнению, может быть, не очень скромному, но тем не менее, мы в первую очередь как аналитики должны делать шаги навстречу бизнесу, чтобы его лучше поменять, чтобы его лучше понимать и лучше адаптироваться к его изменениям и фактически пытаться этот бизнес направлять в нужную сторону, ну, конечно, по нашим возможностям. Я вижу, что пошли ответы. Четыре ответа у нас есть. Давайте сейчас я немножечко отойду от презентации, открою формочку. Я посмотрел достаточно много всяких роликов, всяких выступлений по поводу цифровой трансформации, например, того же самого Дмитрия Безуглова, мнение которого мне достаточно близко, но все равно он рассказывает про уже какие-то космические корабли, которые мне как аналитику, конечно, интересны, но пока до этого мне далеко и не дотянуться. Поэтому мне бы хотелось сегодня именно поговорить с вами уже на таком более приземленном уровне, что такое цифровизация и цифровая трансформация. Итак, мнения у нас разделились, что это изменение подхода к ведению бизнеса и принятие решения на основе данных или это перевод процесса в цифровой вид. Так вот, по моему мнению, перевод процесса в цифровой вид это одна из начальных стадий цифровизации, но далеко не самое главное. А вот именно суть в том, что накопив с помощью оцифрованных процессов какой-то набор данных, плюс присовыкупив к ним еще данные, которые у нас могут быть доступны от наших контрагентов в рамках цепочки создания стоимости, мы можем принимать на основе этих данных более выверенные, более правильные, более оперативные, более эффективные решения. Теперь посмотрим, как вы считаете, что соотносится продуктовая трансформация и agile трансформация. Большинство считает, что никак. Есть те, кто считает, что цифровая трансформация может включать продуктовую, но прямой зависимости нет. Есть те, кто считает, что она обязательно ее включает. Ну, на самом деле, я считаю, что цифровая трансформация не обязательно должна включать продуктовую, но продуктовая трансформация является таким предварительным шагом для того, чтобы осуществить цифровую, потому что гораздо проще цифровизовать именно продукт, то есть какой-то конкретный продукт, который уже имеет свою определенную ценность, потребителей, аудиторию, способ производства и так далее. То есть когда мы перешли от какого-то условно-проектного подхода именно к продуктовому, это проще, но это необязательное условие. И на самом деле с agile трансформацией, по-моему, такая же история, потому что необязательно быть agile, но, как правило, в цифровую трансформацию идут те, кто уже так или иначе пошел в agile трансформацию, в первую очередь для того, чтобы еще быстрее принимать какие-то решения, еще гибче реагировать на изменения рынка, в том числе на основании данных. И зачастую вот эти штуки, они достаточно связаны неплохо. Agile и цифровая трансформация. Но это мое мнение, это не истина в последней инстанции. Мне было интересно посмотреть на ваше мнение. То есть в вашем понимании это никак не связано. Давайте я попробую сейчас, дальше рассказав про свое видение, как-то, может быть, либо его изменить с точки зрения вашего понимания, либо, может быть, вы поменяете как-то мое представление. Так что, если есть какие-то мысли на этот счет, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в чат. Итак, какие у нас есть стадии цифровой трансформации? Самая первая стадия – это когда мы садимся за компьютер. Это оцифровка наших процессов, наших бизнес-процессов, можно так сказать. В чем она заключается? Это перевод бизнес-процессов в цифровой формат. Например, когда бухгалтерию с бумажных журналов пересадили в Excel, ну или не Excel, а во что-то еще, что можно было создавать. Когда вместо печатной машинки мы стали набирать тексты в Word. Например, могу сказать, что мой отец в свое время очень радовался, когда ему в году, наверное, в 91-м или 92-м поставили 86-й Pentium, на котором он смог работать в редакторе, который назывался «Слово и дело», вместо того, чтобы каждый раз на печатной машинке заново печатать акты. А так он мог брать шаблон актов, менять какие-то данные, которые нужно, его спокойно распечатывать. То есть это уже облегчало в определенной степени жизнь людям. И, допустим, сканирование документов. Когда документы у нас хранились в электронном виде. Это такая оцифровка. Когда у нас аналоговые вещи переводятся в цифру. Давайте сейчас прервусь на вопрос. Принятие решения на основе данных возможно только после цифровизации. При этом целью цифровизации чаще всего выступает цель перейти в онлайн. Насчет цели перейти в онлайн на 100% не соглашусь. Те же самые цифровые двойники, они абсолютно не цель перейти в онлайн. То есть в онлайн имеется в виду в интернет. Но оно в любом случае преследует цель ускорить принятие решений и ускорить получение данных для принятия этих решений. И все же я разделяю немножко понятие цифровизации, цифровой трансформации. Сейчас дальше мы до этого дойдем. И данные все же у нас рождаются в том числе и на этапе цифровизации, но данные у нас есть и до этого. И принимать решения на их основании тоже можно и до этого. Возможно, мы просто не так глубоко в них погрузимся. Вторая стадия – это автоматизация. То есть когда у нас есть определенный бизнес-процесс, мы уже там работаем на компьютерах, но пересылаем файлики друг к другу по почте, либо как-то передаем их на дискетах, ну, в каком-то таком виде. И в данном случае у нас автоматизация имеет своей цель облегчение работы человека, устранение определенной рутины. Например, внедрение обработки документов в электронном виде, перевод бухгалтерии из Excel в 1С, где уже есть определенные вещи, которые помогут бухгалтерии создавать автоматизированные эти проводки каким-то образом. Создание различных скриптов обработки в CRM, когда мы для менеджеров просто создаем этот скрипт, по которому они переводят лифт и формируют, соответственно, воронку. Это все-таки вещи, связанные с автоматизацией. Дальше как раз идет уже цифровизация. То есть тот момент, когда мы начинаем активно работать с данными. И в цифровизации мы преследуем в первую очередь цель, наверное, не очень приятную для человека, но в целом более благоприятную и понятную для организации либо для работодателя. это замена человека машинами и алгоритмами. Причем в какие-то моменты человека заменяет алгоритм и вытесняет его либо на более высокий уровень, то есть на уровень настройки этого алгоритма, либо на уровень более низкий. То есть там, где машинный алгоритм использовать не целесообразно. Ярким примером можно назвать доставку еды, потому что у нас есть IT-служба, IT-подразделение в Яндексе, допустим, Яндекс.Еда, которое настраивает алгоритмы. Дальше эти алгоритмы маршрутизируют курьеров и полностью управляют работой курьеров, комфома курьера, куда, чего, как, как отнести, куда доставить. Этим полностью работают алгоритмы. Но дальше на самом нижнем уровне опять же возникают люди, потому что пока роботов, давайте будем честны, нецелесообразно, именно экономически нецелесообразно использовать. Они тупо дороже, чем нанять студентов либо каких-то тоже людей, которым срочно нужна работа, которые готовы так кататься. И почему нет? Это дешевле, это проще. Но с другой стороны, в данном случае мы все равно предусматриваем именно замену человека машинами, там, где это проще алгоритмизировать, там, где можно снизить этим вероятность ошибки и где можно получить какую-то прямую выгоду на среднесрочном горизонте, ну, в 3-5 лет, где можно окупить затраты на создание такого алгоритма и машины по сравнению с зарплатами людей, которые будут выполнять руками. Например, это автоматизированное создание проводов в 1С по событиям в логистической системе. То есть, просто событие в логистике произошло, автоматом создалась проводка. Бухгалтер вообще ничего не делал, он даже не видел этой операции, просто создалась проводка. Автоматическое распознавание, регистрация и маршрутизация документов в системе Enterprise Content Management и 7. Когда у вас пришел документ, он просто распознался по нужным полям, сразу нужные поля заполнились карточкой, на основании этого какой-то алгоритм подумал, что этот документ должен пойти на рассмотрение Иванова Ивана Ивановича, и все, и он ушел Иванова Ивана Ивановича без участия канцелярии, без участия регистратора, просто полностью сам. Единственное, что было сделано, это документ, может быть, был опущен в сканер для того, чтобы его просканировать. И в данном случае мы видим, что исключается роль тоже человека, потому что раньше были огромные подразделения канцелярии, особенно в госучреждениях либо больших компаниях, где эти документы регистрировались вручную. Сейчас-то можно делать полный автомат. Голосовые помощники и чат-боты в CRM. То есть те ребята, которые с вами общаются и которого вы потом просите, позови оператора либо позови кожаного мешка. Сейчас это принято. В некоторых шутейных разговорах употреблять. Но по большому счету эти люди, они сокращают количество операторов колл-центра драматически. То есть минимум в два раза сокращается количество операторов, а в некоторых случаях и больше. То есть они снимают достаточно большое количество именно рутинных таких обязанностей. Но в любом случае они все заменяют человека. И последняя стадия это уже непосредственно сама цифровая трансформация. То есть трансформация принятия решений на основании данных и полностью. И изменение самого подхода к ведению бизнеса. Значит, здесь мы можем уже полноценно полагаться на алгоритмы различные машинного обучения, на роботов, на всякие вещи, связанные с большими, даже огромными данными. Вот, например, такие вещи, как рекомендация по взаимодействию с контрагентами на основании дебиторской задолженности. То есть это не то, что мы даже что-то обработали текущее, а мы, имея определенную историческую перспективу, проанализировали, что определенные контрагенты, когда у них складываются проблемы с бизнесом, они начинают накапливать, начинает накапливаться дебиторская задолженность и в определенный момент просто с ними уже дальше не имеет смысла вести бизнес, потому что все равно деньги от них не придут, они уже практически банкроты. И вот такие рекомендации, это вполне себе прекрасный пример, когда мы переходим уже к следующему шагу. Автоматическая подготовка документов, отчетов и ответов в ИСМ. То есть уже не то, что мы решили, что это можно отправить Иванову Ивану Ивановичу, а мы подошли к анализу тексту. То есть мы обработали документ, поняли, как на него нужно ответить, подготовили на него ответ и просто уже предоставили человеку на подпись, и чтобы он уже ушел. Либо мы автоматически сформировали какой-то отчет. Точно такая же штука может быть связана с предиктивной помощью в чат-ботах на основании последних действий. Когда вы что-то нажали в приложение, у вас что-то там пошло не так, вы перешли в чат-бот, а вам уже туда закинули предложение по тому, как эту проблему исправить. Потому что робот знает, что у вас эта проблема была там несколько секунд назад. И вот такие вещи это уже следствие реальной цифровой трансформации и фактически принятие решения вот в секунды по сравнению с тем, как информация ходила раньше. Почему такая штука все-таки, на мой взгляд, полезная, правильная и имеет право на жизнь? Потому что многие начинают опасаться, что это их заменит, они потеряют работу, фактически это как индустриальная революция, когда люди ломали станки, потому что все отбирали их работу. Также и сейчас многие люди вполне обоснованно опасаются, что их работу заберет машинное обучение и роботы, алгоритмы, машины и так далее. И в целом это абсолютно не то чтобы правильно с точки зрения, но это абсолютно обоснованно, потому что экономическая экономика и эффективность и желание бизнеса извлекать максимальную прибыль, она вполне объективна и с этим ничего не поделаешь. Если робот дешевле, то будет работать и это вполне себе объяснимо. по цифровой трансформации, цифровизации, автоматизации какие-то вопросы, что-то не согласно, непонятно, тема очень холиварная, я вполне допускаю, что многие из вас будут подходить к этому, могли подойти к этому с нашей встречи с абсолютно другой точки зрения и она тоже может быть вполне правильной в том аспекте, в котором вы на это смотрите. Я тебя подожду чуть-чуть. Если вопросов не будет, пойдем дальше. Ну окей, вопросов нет. Поехали к сравнению автоматизации и цифровизации. Почему выделил это в отдельную вещь? Потому что многие до сих пор, несмотря ни на что, считают, что мы поставили компьютеры, подключили их к интернету, у нас даже есть какая-то облачная CRM, все, мы цифровизированы, мы цифровая компания, мы все ведем в компьютеры, мы молодцы. Но нет, на самом деле все это автоматизация. Вот здесь не стал прям сильно выдумывать, есть прекрасная статья исследования за 2016 даже год, то есть ему уже больше пяти лет, но то, что мы сейчас видим на экране, это не поменялось в принципе. Есть три таких основных признака, что у нас различает автоматизацию и цифровизацию. То есть отношение к физической реальности. в случае с автоматизацией у нас не создается никакой копии того, где мы работаем, как мы работаем. То есть у нас просто какие-то кусочки нашей деятельности автоматизируются и снимаются с нас вот такая наиболее трудоемкая либо наиболее простая и рутинная загрузка. Если же говорим про цифровизацию, то информационное пространство у нас уже начинает практически полностью повторять нашу реальную физическую реальность, где мы работаем. Потому что оно должно охватывать все аспекты, собирать все данные, чтобы как можно лучше помогать нам и предвосхищать наши действия. В этом плане можно посмотреть на те же самые подходы к созданию метавселенных метаверс одноименной компаний мета, либо другие компании также сейчас продвигают потенциально свои метавселенные. Но в целом есть по крайней мере сейчас такая гипотеза, буквально вчера или позавчера про нее читал, что компания Facebook хочет полностью перевести всех своих сотрудников на домашнюю работу, но при этом они все будут подключаться к метаверс и ходить в метавселенные, в виртуальный офис, все вместе там сидеть и работать и как будто бы они все в настоящем офисе. Не знаю, мне это уже напоминает немножко замечательный фильм «Матрица», но возможно что-то в этом и есть, потому что некоторым людям реально не хватает такой социальной активности, особенно в наши пандемийные дни. Давайте пойдем дальше. Зависимость от ИТ. В случае с автоматизацией, и это очень такой важный момент, который нужно понимать, у нас ИТ всегда было сервисной функцией, то есть это обслуживающая, поддерживающая функция, но никак не основная. И в большинстве компаний, по крайней мере, когда я начинал, в конце 2000-х, в начале 2010-х, у многих компаний это было, что у нас там есть сисадмин на поддержке, может быть, какой-то человек, который чуть больше понимает бизнес, и вот они айтишники, такая сервисная служба. Сейчас у многих компаний свой огромный штат айтишников, и зачастую это выгоднее в плане того, чтобы содержать свою инхаус-команду, чем содержать каких-то интеграторов либо аутсорс, потому что команда, которая инхаус, она в курсе бизнеса. И поэтому сейчас у нас айти все больше и больше переходит из сервисной и поддерживающей роли в полноценного партнера, а зачастую в основного генератора прибыли. И это очень важно понимать, что айти становится полноценным генератором прибыли, и причем не только в компаниях, которые традиционно это айти компании типа гугла, но и в компаниях, которые, казалось бы, особо с этим не связаны. То есть в той же самом нефтегазе или где-то еще это тоже айти начинает прибыль за счет каких-то создаваемых айти сервисов. Отношение к человеку. В случае с автоматизацией человек это полноценный хозяин, вот он прям принимает все управленческие решения, и автоматизация лишь дает ему какие-то определенные подсказки. В случае с цифровизацией нас туда затягивают. И это еще одна аналогия с матрицей, которая мне кажется очень уместной, что нас действительно всячески старательно затягивает. Если ты сейчас не сидишь в интернете, то есть не заходишь туда ежедневно, для меня это уже сейчас как-то не совсем правильно, если ты 30-40 лет, не говоря уже про более младшее поколение. Хотя есть у меня коллеги, которые в принципе у меня телефон без интернета и ничего, и нормально. Для меня это уже сейчас нонсенс. я понимаю, что для ребят, которые на 10-15 лет меня молочат, для них это тем более нонсенс уже когда-то не в интернете. Поэтому фактически для человека тоже создается цифровой двойник, который в каких-то моментах даже важнее, чем сама личность. Если смотрели возможно сериал Черное зеркало, там была серия про социальный рейтинг, там реально социальный рейтинг человека был гораздо важнее, чем сам человек. Это уже все приближается потихоньку к реальности. Про автоматизацию и цифровизацию мы с вами проговорили. Есть ли какие-то вопросы? Давайте чуть-чуть подожду. Видимо вопросов нет. Давайте пойдем дальше. Поговорим про уровни трансформации. Уровни трансформации они есть разные по именно своей масштабности. Для меня самый высокий уровень по моей оценке это уровень отрасли экономики, потому что всегда отрасль экономики она наверное выше, чем границы конкретного государства, потому что все это взаимосвязано. Внутри отрасли у вас будет огромная цепочка поставок и это самый высокий для меня уровень трансформации цифровой. Дальше есть уровень государства, когда внутри государства также идет какая-то трансформация. Я думаю вы знаете, что у нас в России тоже принята определенная программа трансформации цифровой, создания цифровых двойников, развития государственных сервисов к предоставлению электронных услуг в электронном виде. Вот это все относится к цифровой трансформации государства. Взаимодействие именно в электронном виде, а не в бумажках. Дальше идет уровень цифровой трансформации энтерпрайза. Это крупные, можно сказать, экономико образующие предприятия. Если брать Россию, это условно Газпром, Сбербанк, мобильные операторы типа МТС, Мегафона, Билайна, вот такого уровня крупный и, как его еще иногда называют, кровавый энтерпрайз. И там все уже немножечко по-другому, потому что они испытывают давление со стороны государства, с одной стороны, как многие из вас знают, взаимодействие с налоговой сейчас все стремится перевести в электронный вид. Хотя как раз именно вот сейчас для многих индивидуальных предпринимателей это стало очень неприятным сюрпризом, когда потребовалось получение новой электронной подписи для взаимодействия с налоговой и есть необходимость, то есть вы можете получить сертификат бесплатно в налоговой, но для этого вам нужно купить Крипто Про и купить специальный носитель типа Рутокен. И вот это стало для многих очень неприятным моментом. Сейчас многие индивидуальные предприниматели стремятся к переходу наоборот, будут опять в бумаге подавать декларации. Это очень странно. Но это уже скорее к разделу небольшого бизнеса. А Enterprise, конечно, полностью давят государственные ограничения и государственные способы перехода. С другой стороны, еще больше на него давят цифровизация в отраслях экономики, особенно если это какая-то высокотехнологичная сфера, где есть серьезные завязки на запад, на каких-то западных поставщиков, которые тоже очень хорошо идут в сторону цифровизации, то там Enterprise уже просто никуда не деться, кроме того, как встраиваться в эти цепочки. Например, многие компании создают порталы для взаимодействия с своими поставщиками, порталы организации собственных закупок, где есть возможность организации электронного документа оборота крупного покупателя с поставщиками, либо наоборот, для крупного поставщика есть такие варианты, когда организуют собственный портал с электронной подписью, с электронным документом оборотом, но со своими более мелкими покупателями. Это тоже элементы цифровой трансформации, когда все эти вещи приходят в цифровой вид и начинается накопление огромного количества данных в цифровом виде для последующего их анализа, в том числе и принятия решений. Ну и последний момент – это трансформация небольшого бизнеса, и про нее я буду дальше, в своем примере, потому что именно это самое наглядное и, кажется, самое понятное для нас, как для аналитиков, для тех, кто вот не там в стратегиях и в высших эшелонах власти, где витает C-level, а вот где-то ближе к конкретным функциям, конкретным подразделениям и так далее. Теперь я предлагаю поговорить немножечко про цифровые продукты. Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто из вас знает, что такое цифровые продукты, кто из вас с ними сталкивался, может быть, какие-то примеры можете в чате привести. Напишите, пожалуйста. Я подожду буквально одну минутку. вопрос. Спасибо. 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 Возможно, ARM – это, вы имеете в виду, автоматизированные рабочие места? — Ну, наверное, не совсем. Все же именно говорить про ARM, они являются, возможно, частью какого-то продукта, который имеет какую-то централизованную функцию. То есть это может быть ARM, ERP-система, либо ARM еще чего-то. Давайте не буду томить, тогда пойдем дальше. Что я имею в виду под цифровыми продуктами? Во-первых, это всякие привычные цифровые нам продукты, которые рядом с нами постоянно. Это музыка, видео, игры, обучение, тренировки. Ну, давайте вот просто по порядку. Музыка, всякие Яндекс.Музыка, Google Music, Spotify – это цифровой продукт, который продает вам нематериальный абсолютно актив. Видео. То же самое, всякие онлайн-кинотеатры, куда мы подписываемся, смотрим. Это тоже цифровой продукт. Игры. Это всякие сервисы типа Steam или Google Games, которые также предоставляют вам лицензии. И без непосредственно самой игры вы просто скачиваете и играете. Обучение. Тоже есть различные сервисы, которые можно оформить по подписке, либо можно рассматривать наш сервис Otus. Это тоже цифровой продукт, который в одной из самых динамично развивающихся отраслей в оттехе работает. Всякие различные приложения, которые позволяют что-то писать, рисовать, тренироваться, что-то еще. Это все привычные рядом с нами находящиеся цифровые продукты. Они уже с нами достаточно давно, там какие-то даже больше 10 лет. И живут рядом с нами и прекрасно сосуществуют. Есть чуть менее привычные цифровые продукты. Например, это криптовалюты, это NFT-токены, это экосистемы. И как, например, яркий какой-то пример экосистемы – это умный дом. Это те моменты, которые вошли в нашу жизнь, наверное, чуть меньше. И они уже в какой-то степени все равно приобретают в нашем сознании какую-то значимость. Поэтому давайте попробуем про них проговорить. Криптовалюты трогать не будем. Тут, я думаю, все понятно. Это такая отдельная штука, к которой можно относиться хорошо, плохо, считать, что это действительно валюта будущего. Можно считать, что это мыльный пузырь. И это какая-то фейк или обманка. Но в любом случае это факт. Оно существует. Но на базе того же самого блокчейна, на котором построены криптовалюты, есть более интересная, реально более интересная, с моей точки зрения, вещь. Это NFT-токены. Non-fungible tokens. Это невзаимозаменяемый токен. В чем его принципиальное отличие от того же самого условного эфира или биткоина? Главное отличие в том, что он невзаимозаменяемый. То есть эфир вы можете один токен продать, другой купить, и они будут быть абсолютно ровно теми же самыми свойствами, мы заключаем какого-то номера. Но это будет ровно тот же самый эфир. В случае же с NFT этот токен уникален. Он один такой в своем роде. И его невозможно подделать. Его невозможно как-то заменить. Он уникален. У него есть гарантия подлинности. И создание подобных токенов стало крыло возможностей для продажи большого количества элементов цифрового искусства. Когда вы можете купить уникальные скины в какой-то своей метаверсии, вы можете купить какие-то уникальные персонажи в какой-то игре, вы можете купить уникальное произведение искусства. Например, как вот эта вот картина о Бэнксе, которая называлась Moran's, которую он написал, сфотографировал, дальше заснял на видео процесс ее сожжения. А вот эту вот фотографию в качестве NFT токена продали… Ой, извините, у меня тут ошибочка. Сейчас ее цена 228 долларов. Ну, вроде как небольшая цена, но с другой стороны, возможно, дальше этот токен будет торговаться и будет гораздо дороже стоить. Последние варианты токенов, которые я смотрел, продавались там уже за тысячи долларов. Это были какие-то уникальные редкие токены с какими-то тоже картинами, связанные с произведениями искусства. Но, тем не менее, это дало возможность людям также работать и зарабатывать, создавая цифровые произведения искусства. И это очень круто, что появилась такая возможность. Это тоже цифровой продукт, который создан и который обстреливается. В основном они созданы на базе эфира, но есть уже сейчас другие блокчейны, которые это поддерживают. Что зачем это? Прошу прощения. Зачем нам это? Это про… Зачем вам понимать про цифровые продукты? Ну, в данном случае это просто именно цель была рассказа про NFT в том, чтобы продемонстрировать возможности цифровизации, возможности создания цифровых продуктов, которые сейчас у нас появляются. NFT – это один из ярких примеров, что можно сделать именно на вот этой волне цифровизации. Давайте пойдем дальше. Следующий момент – это экосистемы, которые также являются цифровым продуктом, по сути. Многие у нас знают, есть экосистема Сбербанка, экосистема каких-то других банков. В данном случае Сбербанк – бизнес онлайн, который объединяет в себе кучу различных сервисов и, по сути дела, позволяет объединить это все в рамках одного логина, в рамках одного приложения и принести единую ценность для своего клиента. Но это именно один подход, когда есть бренд Сбербанк, который, будем честны, Сбербанк купил очень много различных компаний, которые объединил под одним брендом. И сейчас начинает их друг с другом дружить. Есть также мобильный оператор, есть прекрасный пример Тинькофф, у которого с этим чуть-чуть получше, наверное, с точки зрения экосистемности. Но в моем понимании экосистемы и будущее с экосистемами – это что-то вот такое. Это альянсы, когда несколько независимых производителей создают на базе нескольких сервисов дополнительную ценность. То есть дополнительную ценность для меня, как для клиента. Когда Amazon и DHL делают доставку прямо в вашу машину. В данном случае это Audi. То есть работнику DHL выдается ограниченный по времени цифровой ключ для доступа к багажнику, только к багажнику вашего автомобиля. Он приезжает в локацию, в которой это указано, и открывает багажник, загружает вашу посылку, закрывает багажник и уезжает. И у него пропадает доступ к вашей машине. Это прекрасный пример взаимодействия в рамках экосистемы. И это гораздо большая экосистема, чем то, что там есть у Сбербанка или где-то еще. И это действительно очень крутое создание дополнительной ценности для меня. Мне даже выходить не надо, чтобы встретить курьера. Он погрузил все в мою машину. Это просто отличный пример, как мне упростили жизнь. Как клиента, допустим. К сожалению, у нас, конечно, я подозреваю, в России это еще не работает, но тем не менее, возможно, когда-нибудь доберется. Следующий момент – это умный дом. И причем, в моем понимании, это не тот умный дом, который мы сейчас все привыкли. Это какая-то Алиса с лампочками, с кранами, с батареями или с чем-то еще умными розетками и так далее. Нет. В моем понимании, умный дом – это единая сеть реальных устройств, которые уже сейчас есть эти возможности. Например, по вашему фитнес-браслету он отслеживает по сердцебиению, он отслеживает по какой фазе сна. И будет вас, допустим, за 15-20 минут до будильника, но с условием оценки того, что именно в этой фазе сна он будет наиболее комфортно пробуждаться, чем через 20 минут. Дальше он вас будет, вы встаете, а вам уже начал вариться кофе. Либо он начнет вариться через 5 минут, потому что в течение 5 минут вы будете чистить зубы и умываться. Параллельно, когда приготовился кофе, вам начинает жариться яичница или что-то в мультиварке начинает. И это все основано на данных и основании ваших привычек. Это вот скорее как некий Джарвис. Здесь специальная картинка из «Железного человека». Это Джарвис, который знает про вас все, который умеет это анализировать и который может вам прямо дать то, что вам нужно в тот момент. Например, он может вам самостоятельно заказать продуктов на основании умного холодильника, который увидит, что у вас закончилось молоко, либо срок годности молока подходит к концу, его пора выбросить. Это напоминание о встрече с учетом графика. То есть он знает, что вы еще не приняли душ. И он вам говорит, так, дружище, тебе через полчаса уже выходить, давай-ка иди в душ. И вот такого плана умный дом – это действительно очень крутая экосистема, ну как пример, да, экосистема, которая возможна с учетом именно цифровизации, когда у вас достаточно большое количество устройств, причем, возможно, от разных производителей, будут объединены в единый контроллер. И это вот будет огромной синергией и результатом цифровой трансформации этих производителей и какого-то производителя, возможно, центрального головного устройства. Возможно, то же самое, Яндекс.Арис и какого-то еще. Это то, что касается цифровых продуктов. Я это действительно привел именно для того, чтобы показать, зачем нужна цифровая трансформация и какие плюсы это может дать компания. То есть она может это продать и увеличить свое ценностное предложение и сделать более качественный сервис. И сейчас же основная идея даже не привлечь нового покупателя, сейчас основная идея – это старого покупателя удержать, чтобы он дальше оставался с вами, потому что уже рынок перенасыщен. Но мы бы говорили про цифровые, чисто цифровые сервисы. А давайте теперь поговорим про цифровых двойников. Что такое цифровой двойник? Это программный аналог какого-либо физического устройства. В данном случае, вы видите, есть авиационный двигатель, турбина, и его полностью электронный аналог, который включает в себя информацию о составе, о деталях, о каждом конкретном узле, который входит в этот двигатель, о сроке его изготовления, о партии и так далее. И он подразумевает мониторинг всех элементов и процессов, связанных с этим двигателем. И он дает возможность производителю не просто продавать двигатель и, допустим, сервис к нему, а продавать гарантию безотказной работы, гарантию готовности к использованию, что этот двигатель будет работать там столько-то часов и столько-то конкретное время. Вот здесь очень мне понравилась эта картинка. Ее вот с сайта вот этого взял. Можете потом посмотреть, почитать там такую статью. Но в чем фишка? Что вот у нас есть физический объект, и вот цифровой двойник, который агрегированные данные по группе таких объектов, история его эксплуатации, сколько моточасов, допустим, он отработал, какие у него были нарекания, какие были отклонения от стандартов. Постоянно с датчиков это все считывается. Полная история обслуживания, когда какой датчик эксплуатировался. Все в реальном времени позволяет построить и предсказывать, что, наверное, через месяц может потребоваться ремонт. И поэтому лучше через 25 дней сходить и это отремонтировать превентивно и почистить какие-то там элементы в нем. Различные модели, которые связаны с этим устройством. То есть все его проектная документация. И плюс статистика, машинное обучение, предсказание, через сколько его нужно будет поменять, через сколько ремонтировать и так далее. Вот это все позволяет цифровой двойник. Потому что даже если мы с вами в условной Excel-ечке будем хранить номенклатуру, из которой состоит этот объект, но это нам ничего не даст. Нам это нужно именно в контексте, что мы с этими данными постоянно что-то делаем, постоянно их анализируем. И для этих целей как раз цифровые двойники и создаются. Из той же статьи, вот я здесь взял несколько пунктов, что здесь, во-первых, цифровой двойник – это быстро возможность запроектировать и в модельке посмотреть, а что же будет, из чего можно его собрать. Как можно оптимизировать и подобрать, возможно, какие-то стандартные детали, тем самым удешевив изделие. Заменить часть испытаний. То есть все испытания прогнать виртуально, замоделировать. Повысить надежность. Мы проговорили, что заранее пойти и отремонтировать или что-то почистить. Получить все проектные характеристики. Виртуально отработать все техрешения. То есть полностью документацию создать и где-то ее править как документацию. И в конце концов все это ведет к тому, что мы повышаем экономическую эффективность. Можем это либо продать дороже, либо потратить на это дело меньше ресурсов. И в этом плане, конечно, нам очень помогают такие вещи, как цифровые двойники. Перед тем, как мы перейдем уже к разбору опыта, моего участия в цифровой трансформации и к дальнейшим уже как аналитикам к этому приспособиться, может быть, есть какие-то вопросы по теоретической большей части. Давайте я минутку подожду. Если вопросы есть, пишите, пожалуйста. Если что, вопросы еще по ходу будут, задавайте дальше. А мы пойдем к опыту участия в самой трансформации. Будет ли запись? Запись будет здесь же на канале. И, по-моему, даже по этой же ссылочке, по которой вы смотрите, можно будет все это пересмотреть, безусловно. Может быть, цифровой двойник для самой информации? Ну, гипотетически, наверное, может. Вопрос, зачем делать еще дополнительный слепок с самой информации? Ну, только если нам нужно как-то анализировать исторические, возможно, данные. Ну, вот мне сложно себе представить, какая практическая цель может быть у цифрового двойника того, что уже в цифре. Хотя, гипотетически, это может быть описание, да, наверное, той же самой информационной системы с всеми теми же параметрами с точки зрения ее обслуживания, эксплуатации и так далее. Может быть, и так. Давайте разберемся. Есть такая деятельность, как факторинг. Если кто-то не знает, что такое факторинг, это фактически выкуп уже произведенной отгрузки либо сделки. Приведу такой более простой пример. Есть пятерочка, есть поставщик, ну, небольшой, пятерочка говорит, что, дружище, если ты хочешь, чтобы твои товары у нас продавались, то у нас отсрочка платежей 90 дней. То есть после того, как ты привезешь нам товар, мы подтверждаем это дело и через 90 дней мы тебе заплатим. Поставщику, конечно, выгодно работать с пятерочкой, это большой рынок сбыта, но и денег как-то тоже хочется не через три месяца, а прямо сейчас. Поэтому есть организации, которые называются факторы, к которому приходит поставщик и фактически продает эту поставку, причем это может быть на этапе, когда еще только сформирована отгрузка, а может быть и на этапе, когда уже получена она покупателям, подтверждена, но еще 90 дней вот эти самые не прошли. И продает фактор эту сделку, естественно, с определенным дисконтом. Получается, что как будто бы фактор выдает кредит вот под эту сделку, но только уже в данном случае инвойс начинает принадлежать, накладная начинает принадлежать фактору, и покупатель, то есть пятерочка, в момент наступления времени выплаты будет платить не поставщику, а вот этому самому фактору. А поставщик уже 90 дней как пользуется этими же деньгами. То есть в принципе факторинг работает вот так. И какая была схема? Как и любой стартап, сначала это все на ручном приводе, в экселечках условных, то есть есть некий BDD, это бизнес-девелопмент-директор, фактически корпоративный продажник, который ищет компаний, которым было бы интересно продавать свои инвойсы. он приводит клиента. Дальше есть операционисты, которые с одной стороны сначала проверяют клиента, что клиент благонадежный, что такая сделка вообще существует, что этот клиент не является, не знаю, не внесен ни в какие санкционные списки, что он не спонсирует террористов, ну вот вплоть до такого, что он не является мошенником, что тот, кому он продает, не является аффилированным с ним лицом. Какие-то такие моменты, да. Плюс дальше, когда все хорошо, они заносят все документы, ну данные по инвойсу куда-то в систему, в экселечку, куда-то еще. Дальше у нас есть отдел, команда, которая называется риски, и эти ребята, они оценивают, а насколько вообще тот покупатель благонадежен и насколько он, высока вероятность того, что он заплатит. Плюс наши риски, они страхуются, то есть они работают с страховыми компаниями, которые страхуют нашу сделку. И в случае, если там байер обанкротится или что-то еще, то мы получим за это страховую выплату. И потом есть команда финансов, которая должна денежки перечислить. И все это было, ну вот на таком ручном приводе, все передавалось в экселечках, потом появилась определенная система, но все это делали все равно пользователи ручками. И в чем же состоит цифровая трансформация? Все то, что сейчас я вам проговорил, да, это было сделано еще до того, как я пришел в компанию, пришел я в самый разгар вот этой самой цифровой трансформации. И в чем же она стояла? Первым шагом, который был, это убрали вот этих ребят, которые называются BDD. И мы ввели, то есть создали более сильный отдел маркетинга, который проводил определенные кампании. И сделали приложение, которое позволяет сапплайеру, то есть поставщику, зарегистрироваться в этом приложении на веб-сайте, ввести свои данные, ввести свои инвойсы и закинуть их нам. То есть не то, что где-то найти BDD, а вот у него есть единая точка входа, вот этот сайт, и он туда эти данные подгружает. То есть вот таким образом мы немножко исключили работу вот этих BDD. Понятно, что она, конечно, была не сразу, но тем не менее. И получилось, что клиент у нас регистрировался сам. Дальше был следующий шаг, это операционисты. Они проверяют клиента, он заносит данные. И что мы сделали? Правильно. Мы все эти, ну не все, может быть, но постепенно, большую часть проверок, мы сняли с операционистов. И теперь у нас наши сервисы проверяют это не только там, где операционисты это проверяли, а еще в десятке сервисов, тем самым улучшая качество проверок и удостовериваясь, что наши поставщики действительно не мошенники и что мы их можем действительно финансировать. Отлично. Пошли дальше. Следующий шаг. Сходили в реестр, получили данные, а у операционистов был сервис шаг, когда всю эту тучу документов все равно нужно было заводить руками, потому что из инвойса как минимум 15 полей нужно внести руками, чтобы мы могли рассчитать наши комиссии, рассчитать сроки, рассчитать деньги, которые мы должны перевести и так далее. И мы подключили туда сервис с машинным обучением, который распознает документы. Он обучился на наших документах, обучение заняло где-то там полтора месяца, наверное, суммарно, но теперь порядка 80% инвойсов идут без участия человека и полностью раскладываются сами в базу. Это прям здорово. Опять же, пользователи… Мы здесь не то, что автоматизировали, мы именно заменили пользователя в этой части. При этом операционисты в данном случае не просто ушли, а они настраивают этот сервис и управляют степенью уверенности распознавания. Понятно, что у нас распознание все равно идет с какой-то уверенностью. И операционисты настраивают, с какой степенью можно пропустить документы на основании того, что они уже видят и анализируют в системе. Дальше у нас есть, опять же, отдел команды рисков, в рамках которой точно так же мы запустили сервисы, которые могли работать автоматизированно и ходить и в страховые, и получать всю информацию. И все это вместе делать, причем это делать параллельно с самими страховыми, которые также разрабатывали свои автоматизированные сервисы для учета. И точно так же и с финансами. Мы полностью исключаем еще это в процессе, но исключаем их из процесса финансирования. То есть вся бухгалтерия практически уже автоматизирована. Но в данном случае именно автоматизировано создаются проводки пока что. И также создание платежей уже отчасти переходит в цифровой. Там уже тоже участие человека становится минимальным. Понятно, что здесь отчасти это автоматизация, отчасти это все равно именно цифровизация. Но с точки зрения того, как эти процессы происходят, мы в любом случае сейчас накапливаем определенные данные. И именно я могу отвечать большей частью за операционную историю, потому что я работаю в команде, которая поддерживает операционный домен. Могу сказать, что мы на первичном этапе, когда мы это запускали, мы копили данные, мы смотрели, какие данные у нас приходят, какие данные у нас обрабатываются правильно, какие неправильно, делали выводы. А сейчас уже зачастую мы можем сокращать количество обращений в реестры на основании накопленной статистики. А сокращение каждого момента обращения в реестр – это сэкономленные деньги. Также с точки зрения распознавания мы учим эту модель для того, чтобы не отправлять на какое-то повторное распознавание, либо не тратить время нашего сотрудника на то, чтобы это все было внесено в систему. И по поводу результатов всей этой истории. За последний год у нас более чем в три раза вырос портфель. При этом количество сотрудников выросло всего на 15%. То есть портфель вырос на 300%, количество сотрудников выросло на 15%. Это в первую очередь было благодаря тому, что мы как IT-компания и финтех-стартап, мы себя позиционируем именно как сейчас финтех-стартап, мы гораздо больше внимания уделили каким-то моментам, связанным именно с цифрой, с накоплением данных и с преобразованием этих данных в реальные результаты для нашей компании и с сокращением благодаря этим цифрам наших трудозатрат и фактически при росте портфеля сумели удержаться от такого же лавинообразного роста сотрудников, при этом никого не перегрузили. ну и как, наверное, определенный бонус, да, у нас еще и количество плохих сделок, то есть тех сделок, где что-то пошло не так, где нам не заплатили денег, уменьшилось на 5%. Это тоже в том числе благодаря улучшению возможностей улучшения проверок и дополнительному анализу, который был на основании накопленных данных проведен по компании. в том числе с точки зрения анализа именно какой-то введенной пользователями информации, даже не той, которая улучшается. Это вот, наверное, самый такой интересный момент, который я могу привести из своей практики с точки зрения цифровой информации, наиболее близкий к реальности, наиболее близкий к какому-то практической плоскости. И ближе уже сейчас к завершению мне бы хотелось с вами поговорить о том, как же все-таки аналитику, именно аналитику быть в этом контексте цифровой трансформации. Потому что зачастую аналитики становятся, по крайней мере, декларируются, что когда все будет цифровой, в цифру трансформировано, аналитики будут не нужны. Можно посмотреть, опять же, того же самого Дмитрия Безуглова, который рассказывает, почему аналитики будут не нужны, почему идти аналитикам в IT. Это плохая идея. Что на самом деле я абсолютно не согласен с тем, что это плохая идея. Но то, что роль аналитика будет меняться, это бесспорно. И в рамках вот этих потенциальных изменений я могу порекомендовать следующие моменты. Причем это не обязательно выбрать один из тех путей, про которые я сейчас буду рассказывать. Их можно совмещать. Их можно комбинировать. И при этом оставаться аналитиком, просто развиваться в определенной степени, в определенной области этих компетенций. Наверное, ни для кого не секрет, что вот эти три таких пути – это в бизнес, в технику и в условный коучинг, то есть в построение для команды какого-то помощи команде. И все они все равно, наверное, так или иначе более-менее ведут к какому-то светлому для нас будущему. Давайте попробуем поговорить про все три пути. Первый – это продакт, либо в начальных этапах это может быть фич-оунер для аналитика. Здесь такая картиночка продакта, которая отвечает за все. Хотя я скажу больше честно, что, наверное, и аналитик может быть ровно такой же картиночкой охарактеризован. Там просто какие-то моменты можно будет заменить, что он не подписывает и пишет документы или что-то еще. Но, тем не менее, продакт действительно – это человек-оркестр, который очень много общается. И в любом случае будет идти развитие в сторону именно продуктов, в сторону того, чтобы каждым отдельным цифровым активом управлять как продуктом. И поэтому продакт-оунер – это будет очень нужная и очень важная профессия. И нам, как аналитикам, вполне себе реально в эту сторону развиваться. И смотреть на задачи не только с точки зрения, как подружить это бизнес и IT, а уже смотреть реально больше в сторону бизнеса. То есть это нужно будет тренировать, способность видеть возможности выдвигать гипотезы. По большому счету аналитики и так зачастую этим занимаются, но нужно еще больше в эту сторону смотреть. Брать ответственность не только за сторону IT-решения. Вот этим многие аналитики страдают, и многие аналитики, в первую очередь системные аналитики, они считают, что вот там есть где-то, где-то вот они бизнес-аналитики, где-то этот бизнес, а мы вот занимаемся вот этой вот системой. И в этом мире, в котором все трансформируется в цифру, уже такой подход, к сожалению, не прокатит. То есть все равно мы должны думать про эффективность, мы должны думать про бизнес, мы должны понимать, как работает бизнес, чтобы закрывать его потребности. и даже если вы будете в ближайшее время оставаться аналитиками и будете совмещать там некоторые вот эти подходы, все равно это must-have думать про бизнес и брать ответственность не только за эти стороны, потому что иначе, потому что благодаря этому вы становитесь гораздо более ценностей, в первую очередь, уметь считать деньги. И вот это то, чему всем нам, как аналитикам, зачастую приходится учиться. Мы там умеем про трудоемкость, но не очень умеем про деньги зачастую. Изучать подходы к ведению бизнеса, бережливые подходы к производству, тот самый лин, потому что сейчас нужно проверять гипотезу как можно быстрее, проще и дешевле. И никто тебя не возбраняет, если ты потратил там две недели, проверил гипотезу и она не взлетела, но вот если ты на проверку гипотезы потратил три месяца, четыре месяца плотной работы команды и несколько миллионов рублей, то тут уже могут начаться вопросы. Хотя все, конечно, зависит от гипотезы. И, конечно, брать на себя инициативу. Многие аналитики, которых я видел, к сожалению, почему-то считают, что вот у нас там есть продакт-менеджер, есть проджект-менеджер, там есть кто-то еще, кто будет нас ходить пинать, ковырять, а мы вот, ну, мы ешь птицы гордые, да, пока не пнешь, не полетит. Такой подход тоже, он будет постепенно себя изживать. И вот как я говорил, да, что та самая цифровизация, она будет человека выталкивать либо вверх, либо вниз. И вот как раз от вашей инициативности и желания развиваться и мчиться, и будет зависеть, куда вас выталкивают, вверх, вот в сторону одного из трех путей, про которые я говорил, либо вниз, в какой-то, ну, вот, какие-то совсем, может быть, неинтересные задачи, неинтересные проекты. Дальше это, следующая роль – это архитектор. Тоже, наверное, если вы плюс-минус моего возраста, вы знаете этого товарища, это системный архитектор матрицы. Если смотрели матрицу, по-моему, во второй части он был. Ну, вот, собственно говоря, это тот самый человек, который будет организовывать работу ближе к IT, но обратите внимание, первые несколько пунктов, они ровно такие же, как у продакта. Тренировать способность видеть возможности и выдвигать гипотезы. Да, это будут гипотезы менее бизнесовые, это будут гипотезы более технические, но это все равно проверка гипотезы. Давайте попробуем кавку, взлетело, не взлетело. Окей, давайте попробуем условного RabbitMQ, давайте так, давайте так. И нужно быстро попробовать, проверить, и если что, то уже кодировать нормально. Брать ответственность не только за IT-сторону решения. И здесь тоже очень важно, чтобы архитектор понимал бизнес-смыслы. Естественно, он не отвечает за деньги как продакт, но он все равно отвечает за то, чтобы решение соответствовало бизнесу и за то, чтобы оно было масштабировано в контексте этого бизнеса. Изучать подходы к ведению бизнеса, бережливые подходы, ну, это, в общем-то, все в ту же степь. И про инициативу тоже, потому что от архитектора от первого ждут инициативу того, что у нас есть какая-то бизнес-задача, как ее решать технически. Вот эта задача подумать для архитектора. И еще пара моментов, которые для системного аналитика могут быть определенной болью. Это знать паттерны проектирования систем и их взаимодействия. Все-таки нужно будет читать много по технике, изучать подходы и шаблоны проектирования. Есть разные книжки, например, шаблоны корпоративных приложений, проектирование UML и шаблоны проектирования, применение UML 2 и шаблоны проектирования и так далее. Много книжек, которые нужно будет изучать именно для подхода туда. Не забыть про DDD и все остальное. И, конечно, изучать языки программирования. Может быть, не в такой степени, как это делают разработчики, но все равно понимать, как пишется код, что такое классы, почему у нас разделяются определенные слои в нашей модели программной и понимать, почему какие-то классы так организованы или не иначе и как эти классы интерпретируют сущности предметной области. То есть вот это все нужно по-хорошему понимать. Ну и, безусловно, возможно, и уметь читать код как минимум, чтобы открыть код и посмотреть, что там не так. И последний путь, это чуть менее очевидный, но, с другой стороны, очень интересный. Это скрам-мастер. То есть это такой подход именно к коучингу. И он, то есть я не знаю, все ли правильно понимают, что такое коуч. И чем он в отличие от наставника и учителя. То есть коуч – это тот, кто именно помогает раскрыть свой внутренний потенциал. И те, кто пытаются помочь, не уча, а именно ища какие-то скрытые возможности. Плюс, конечно, это непосредственно обучение команды в первую очередь. То есть рассказ о том, как можно делать правильно, как надо делать правильно. Это менторинг команды, то есть подсказки о том, где как можно организовать правильно работу. Это в каких-то степенях управление, в том числе управление какими-то изменениями и поиск новых возможностей. Это фасилитация. Фасилитация – это прям must-have для аналитика, даже если вы не хотите в скрам-мастера обязательно понимать техники фасилитации и как договорить разные группы людей, как минимум при общении со стейк-колдерами это вам понадобится на 100%. Ну и вот эта штука Servant Leader, она такая не самая понятная вроде как, но я ее интерпретирую лично таким образом, что мы должны, и это, кстати, тоже не только для скрам-мастера, а для аналитика, мы должны создавать для разработчиков такие условия, чтобы у них не возникало проблем при разработке. То есть мы должны им помогать и устранять препятствия на пути к разработке и к созданию определенной ценности, потому что создают ценность в первую очередь они. На этом у меня по материалу непосредственно все, я буду потихонечку завершаться. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Пожалуйста, задавайте их. Я для этого в том числе и здесь. Плюс я в чате сейчас скину ссылочку на опрос. Я вас попрошу пройти этот опрос по качеству нашего урока, чтобы мы понимали, насколько вам понравилось, насколько мы можем сделать наши открытые уроки лучше. Данный урок был максимально приближен к тому формату, как мы проводим наши уроки в рамках курса в ОТУС. Единственное, что мы их там проводим в Зуме, а не вот так трансляции на YouTube. И у всех участников есть возможность непосредственно голосом задать вопрос и пообщаться вживую с преподавателями, которые ведут эти занятия. Если вы хотите более подробно узнать про то, как вообще у нас организован процесс обучения, какие вопросы и модули у нас будут на курсе рассматриваться и вообще, как мы и что мы даем, то приходите, пожалуйста, 26 числа. У нас будет еще день открытых дверей, в рамках которого мы все это будем рассказывать подробно. Я бы хотел от вас попросить сейчас обратной связи, если сможете ее дать. То есть появились ли какие-то инсайты, стало ли что-то понятно, понравилось ли вам, достигли ли вы целей вебинара, которые изначально я озвучивал. Целью вот я сейчас на экран выведу. То есть рассказать, что такое цифровизация и цифровая трансформация, рассказать, чем они отличаются от автоматизации и как мы можем жить в условиях цифровой трансформации и к этому всему адаптироваться. Коллеги, если есть какие-то дополнения, вопросы, пожалуйста, пишите в чатик. Ну и напоследок скажу, что приходите на наш курс. 28 января мы стартуем. Плюс не забывайте про то, что даже если вы не пойдете на наш курс, не забывайте про то, что как говорилось в Алисе в «Стране чудес», если ты идешь, то в современном быстром мире ты стоишь на месте. Так что, чтобы куда-то добраться, нужно бежать. Поэтому нужно себя заставлять учиться, развиваться, находить в этом новый кайф какой-то, находить в этом интерес. И тогда эти знания вернутся вам с торицей. Поэтому могу сказать, что ходите на конференции, в том числе для системных бизнес-аналитиков. Это вот «Аналист Марафон», «Аналист Дэйс», различные метапы в ваших городах, если они будут проводиться либо онлайн. Читайте каналы, в том числе можете зайти на мой канал, который по QR-коду есть, про анализ ВТ. Там я тоже пишу, в основном выкладываю либо какие-то интересные статьи, пишу свое отношение к определенным вопросам, плюс делюсь отзывами на различные книжки, которые могут быть интересной аналитикой. Валерия видела вакансию от Вера системный аналитик со знанием машинного обучения для создания цифрового двойника. Думаю, это тоже одна из альтернатив. Ну, кстати, вполне возможно, да. Есть ощущение, что, конечно, ребята от Вера просто решили немножко сэкономить и в одну вакансию две запихнуть. Ну, хотя сейчас многие аналитики в это умеют. В том числе, кстати, на нашем курсе у нас есть блок, посвященный, ну, не прям машинному обучению, да, но анализу данных, где мы основы Python разбираем, где мы с SQL работаем. То есть такие вот моменты мы абсолютно спокойно там захватываем. Четыре занятия у нас посвящены вот этому разделу анализ данных. Ну, а дальше уже от анализа данных до машинного обучения только статистику изучить. Так что, как-то так. Коллеги, если есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Я готов на них отвечать. Ну, и если у вас будут еще какие-то вопросы, то, пожалуйста, не стесняйтесь писать мне в Телеграме, в Фейсбуке, добавляйтесь. Готов буду поотвечать еще на какие-то ваши вопросы без проблем. Давайте еще подожду пару минуток. Если вопросов не будет, тогда будем нашу трансляцию сегодняшнюю завершать. Надеюсь увидеть вас на пульсе. И приходите, если есть еще какие-то вопросы, на день открытых дверей 26-го числа. Он уже вечером будет в 8 часов. Раз вопросов нету больше, то тогда большое всем спасибо, что пришли послушать. Надеюсь, что для вас это было полезно и что мое понимание цифровой трансформации может быть немножко в переводе Гоблина, но поможет вам понять, что это не какой-то космос и rocket science, а что-то, что можно пощупать и в чем можно непосредственно принять участие. Спасибо вам большое и пойдемте дальше трудиться. У нас самый разгар рабочего дня. До скорых встреч. До свидания. Продолжение следует...